Почему она? Она присвоена. Это общество граждан СССР. Кому присвоено? А документы на нее, пожалуйста. Да, и на железную дорогу, которую устроили в Советском Союзе. Пожалуйста, акты передач. Мы сейчас вас потребуем акты передач, когда мы делаем участники, вот это все. Это мы граждане, СССР у нас документы граждан. А что вы такие бедные стали? Вася, раньше у вас были машины? А как у вас раньше-то не видели машины? Речь в портах. Есть два варианта. Расходимся по-хорошему, либо протокол составляем на вас. Протокол мы будем на вас составлять. Военный трибунал СССР. Потому что сейчас военно-второжительные страницы, ребята, вы просто не знаете об этом. Если вы на нас составляете, мы вас тоже. Посмотрим, чья бумага сильнее. Война идет. Так что у вас нет... У вас не понимаете, нет правомочек у вас. Так что вот, либо вы нас сейчас отпускаете. Если вы не отпускаете, значит мы считаемся задержанными, да? И тогда у вас по-такому мы разговаривали. А кстати... Так, мы задержаны или нет? Пока нет. Туда мы пойдем домой. Мы тогда домой пошли. Потому что, если будем задержаны... Нет, ваши документы мы будем смотреть. Мы сначала ваши, посмотрим. Да, ваши документы вы предъявите, а потом уже мы будем говорить о наших документах. Нет, сначала ваши. Мы задержаны? Да. Значит задержаны, да? Хорошо. У меня и полное право. Правильно? Это мы имеем полное право. Мы власть. А законы читаете Российской Федерации вашей? Власть на кто? Власть народ. Так я третья Конституция сейчас покажу. Мы на государственной службе, так что мы можем не уделить вам времени. Вы... 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 Мы своему советскому. Так, минутку. Без очков. Ничего не вижу. Это... Минутку. Я сейчас прочитаю. Держите. Так. Старшина полиции. Пружаков Владимир Сергеевич. Командир отделения. Записывайся, да? Да. Все. Все. Закширя Мальчик. Промrule hace схемы. Закширя Мальчик. Скоро 5 đầuин в stopped working,aaa! Закширя Мальчик. Вот. Закширя Мальчик. Весед.... Держите. Да,訂閱, затякuki!!! По узку дом, Paint with ASMR. Том, Safe. Веседение написано. Свежая, конечно. И основу конституционного отстроя вы должны знать на любого опыта. Первые 16 статей. Никто ничего не знает. А вторую-то все не грамотно. Так. Я гражданка СССР. О чем подтверждает мой паспорт гражданки СССР. Вот. Смотрите, ребята. Гражданство определяется по свидетельству рождения. Минуточку. Вот смотрите, паспорт не дает гражданство. Гражданство дает свидетельство о рождении. Вот я гражданка, смотрите, Брагина Александра Николаевна. Родилась я в СССР, республика. То есть я гражданка, вот обратите внимание. Вот свидетельство. Теперь Советский Союз выдал мне паспорт гражданки Советского Союза. Значит, а вот такая паспортно-видово отсутствие Российской Федерации испортила мое настоящее, значит, это стабильное личность. Оно выдано на основании вот этого свидетельства о рождении. Я меняла вот фамилию свидетельство о браке, вот у меня выдал ЗАГТ. Значит, и что они делают? В 2003 году они объявляют, это с мужского, ну как она тогда назвала, с паспортно-видово с мужба, они объявляют о том, что будет замена паспортов. Пришли, вот они мне просверлили этот паспорт, все, и дали фальшивый. Вы видите, что он фальшивый или неграмотный, ребята? Пропсю. А, он, с шип. Сейчас скажу, почему? Что полностью, он грамотный, соответственно. Вы неграмотный. Я вам сейчас скажу, я вас образую, и сейчас читайте. Читайте и искрите. Вот это ГОСТ, судебно-практика и законодательство. Это мы вам на память оставим, но вот это вот я не буду. Вы, это все восемь, собираем? Нет, ребята, мы не все восемь. Мы только пока неграмотных вот этих контролеров показываем, неграмотным, милиционерам, и полиции теперь неграмотным. Мы абсолютно все неграмотные, потому что вот гильдия юристов России вы даете такую, мы вам подарим. Вот эту я вам даже подарю, вот эту подарю. Вот читайте, вы не граждане Российской Федерации. Читайте. Вы не являетесь гражданами Российской Федерации. Потому что вы получили паспорт в ГОС, согласно законодательству. Здесь так и сказано. Поэтому вы не читайте законы, 62 законы гражданцы. А паспорта вообще нету. Вы видите, он фальшивый. Вот давайте я покажу. Вот, смотрите. Вот, согласно вот этому R51511 есть такой ГОС. Это ГОС государственных печати, я вам подарю. Вы их учите. Вот это ГОС государственных печати. Вот это только заберут. Смотрите. Согласно этого ГОСа, печать, вот когда я меряюсь отсюда, отсюда, посередки, она должна быть не менее 40 миллиметров. Вот, смотрите, я не скопаю, не менее 40 миллиметров. Вот, все, мы старшите, найдете. Значит, она здесь всего 31 миллиметров будет линейкой. А если вы прошли, зачем вы получаете? А я ведь это не знала. Мне выдают, мне государственные, они представляются, государственные органы, но это фальшивка. У получаете тысячи годов был паспорт. Да, а в первые две тысячи лети, а потом они, когда я в Кирове работала, дочке стало заявлением, из меня выдали вот этот паспорт без меня. Значит, им были бы только, чтобы это, это же аккационная территория. Понимаете, мы живем с вами на оккупированном территории. И смотрите, нет такой Российской Федерации. Есть Советский Союз, который, сейчас я вам покажу. Российская Федерация зарегистрирована на сайте Министерства труда США как коммерческая фирма. Сейчас я вам покажу. Вот, это правительство Российской Федерации. Вот, правительство Российской Федерации. Вот, любит точка ДЕ, если вы на элотинице там не берете, вот мешал, но мне, а дотинице, я не знаю, включила. Значит, вот у них ДУМС номер присвоен. Это фирма. СИК-код, какими видами деятельности. Вот, скажите. СИК-код где-то здесь есть. СИК-код страны, номер, чтобы так... СИК-код страны. Это зарегистрирована служба УФССП по Киевской области. Германия зарегистрирована. На Женихова, в Кирове, видите, нет. Вы, вот, если... Посмотрите, кругом... То есть, подтверждение гражданства СССР. То есть, это легитимный орган выдал этот документ. Вновь установлен органом власти управления СССР. Да. Усказка регистрационного палата нам не передавала. А это паспорт без гражданства. СИК-код страны. А, вы ее услышали. Что? Он не работает. Я сейчас время на... не работает. Владимир, не принес. Вы говорите. У вас, вы работаете, брат? Работает, брат? Работает. Илья, да? Илья. Илья. А, вот мы еще раз. По предусережению вам. Это вы почитаете потом, когда время будет. Так, ну, протокол пока не будет составлять. Если на нас протокол, куда вы забудете? Да, вы сколько протокол составляете? Я не знаю. Мы ехали просто без билета, правильно? Мы просто ехали без билета, потому что это наша электричка, граждан СССР. И железную дорогу тоже строю. Я, кстати, раньше на железной дороге тоже работала. Время направлен. И, значит, это самое, тоже строила эту железную дорогу. Ремонтировали мы в ежихе, я жила раньше. Так что мы не пекели преступники, мы граждане СССР. Мы сейчас отбиваем свою родину, то есть сейчас на государево-службе служим. Восстановлены все в Марицеверского средства. И скоро ребята будут. А, кстати, как вас обманули, когда вы пролистаете стюкл, я юристом называю. Позвольте, мы у меня фильм какой-то. Держи, вы еще хотите поставить. Это я вам оставлю. Еще кто-то поставить. А, держите, я вам служила. Нет, следую еще. Я вам сказать, спасибо. Сейчас, сейчас, сейчас. Безважно, мы с этим. Где-то у меня вот 151, вот 11 я хотела вам оставить. А, вот она. Вот это возьмите. И вот еще эту. Видео юристов по России я вам. Кстати, ребята, вот если вы хотите платить за квартиру, отправьте вот этому образцу. Мы не должны платить ни за что. Ни за что, ни за что. Ни за что, ни за что, ни за что. Вот ни за воду, ни за свет. Ну что, вот это вот. Поставляйте вот к этому, вот к этому, вот эти данные. Все в бюджетном кодексе, все бесплатно у нас. То, что у нас вор кругом. Так. А что я еще... Вот, смотрите, я хотел... Гильдия вместо теснифика я хотел найти еще. А то, что... Я сейчас вот... И располагаю. Вот. Вот я вот это увидел, чтобы я не помогал. Это сами юристы России, гильдия, доказала о нелегитимности Российской Федерации как государству. Юлия, теперь смотрите. Вот смотрите, я Конституцию подведу, это вы потом прочитаете. Смотрите, вот здесь в разделе втором пункте первом пишут. Одновременно прекращается, значит, день с народного голосования 12 декабря 1932 года, считается днем принятия Конституции Российской Федерации. Одновременно прекращается действие Конституции основного закона Российской Федерации и России, принятой 12 апреля 1978 года. А 12 апреля 1978 года Российской Федерации не было. Поэтому отменять они ничего не отменяли. Было РСФСР. И мне вот многие спорят со мной. Ну как? Это же все равно Россия. Я говорю, где все равно дали все равно. Здесь написано Российская Федерация, а Российская Федерация не была была РСФСР. Это так же, как на свет, что написано в паспорте Емина, вы замучаетесь, бегаете до каждого, что вам на свет. Все понятно. Я вас в вашу незадежность. Все, спасибо вам. Спасибо за внимание. Это ваше? Да, да, да. Так. До свидания. До свидания. До свидания.